Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня у нас с вами будет прямой эфир. Пока я жду вашего подключения. Отлично. Есть контакт, это прекрасно. Итак, я сегодня вернулась в прежнее место дислокации, потому что вернулся в карантин, к моим детям, к одному, по крайней мере, из моих детей вернулись онлайн-тренировки, увы. Поэтому наши эфиры стали совпадать по времени. И как человеку, который должен подчиняться другому человеку, а мама это всегда кто подчиняется, я переехала сюда. Итак, здорово, вижу, что вы включились. У нас сегодня должен был быть эфир с Юлией Гайверонской. Но, к сожалению, Юля себя плохо чувствует. Сегодня проснулась с симптомами ОРВИ, и мы приняли решение перенести с ней эфир. Об этом сообщим чуть позже, когда точно будем понимать, как Юлинка себя чувствует. Но я решила, что раз уж вы настроились на эфир, поговорить сегодня об отношениях. Потому что с Юлей мы тоже хотели поговорить о мужчинах, о разного рода интересных вещах. Не буду сейчас приоткрывать завесу. И я решила сегодня сделать эфир и связать его с той темой, которой я занимаюсь, а это осознанность, и связать его с отношениями. Потому что, конечно же, отношения между мужчиной и женщиной, пожалуй, самое интересное явление в нашей жизни. То, что даёт нам силы, то, что забирает у нас силы, то, что даёт нам крылья, то, что даёт нам драйв. Вообще вот эта сексуальная энергетика, а именно сексуальная энергетика, является, как по мне, ключевой вообще в нашей жизни, в нашем развитии. Я не знаю, как вы, я с достаточно раннего возраста понимала, что, например, в школу я хожу, потому что там есть мальчишки, и мне нравится очаровывать, нравится выстраивать какие-то отношения, иногда даже нравится страдать. И, в общем-то, вот эта вот движимая часть постоянной личной сексуальности и понимания своего собственного, что же такое это сексуальность, являлась для меня по жизни крайне важной. И, наверное, является по сей день. Просто это проявляет разные формы очертаний. И сегодня я хочу поговорить как раз на тему того, каким образом осознанная женщина строит отношения со своим мужчиной. Я вам честно скажу, конечно, я могу только догадываться, кто такая осознанная женщина, могу догадываться, что такое отношения с мужчинами, но, тем не менее, я буду сегодня... Почему я так говорю? Потому что каждый вкладывает в это что-то своё. Как это всё должно быть, мы никогда не знаем. Но, тем не менее, мы знаем, что мы свою жизнь воспринимаем через собственную призму. Помните, мы говорили в прошлом эфире с вами об идентичности, о том, что я, собственно, сама думаю о себе, как я это воспринимаю. И, в общем-то, давайте сегодня поговорим о том, как в моём понимании и в вашем понимании, наверное, в чьём-то, ну, всё-таки больше в моём, поскольку говорю я, что такое вообще какие-то плюс-минус интересные отношения. Для меня вообще, наверное, ключ в отношениях – это слово «интерес». Потому что отношения – это некая масса, которая должна чем-то склеиваться. Если нас сравнивать с неким месивом, то должна быть мука. Да, какие бы ингредиенты мы с вами не набросали в миску, насколько бы вкусные они не были, если нету муки, то, вываля их на сковородку, чаще всего они развалятся, ни сырнички не получится, ничего. То же самое происходит в отношениях. В отношениях должно быть нечто, что скрепляет, нечто, что эти отношения делают интересными, некие специи, но это уже дальше высший пилотаж. И вот это скрепляющее звено, что это есть? На начальных этапах, наверное, в отношениях, когда встречается он и она, можете подстраивать она на он или он, но я все-таки буду в классике оставаться, уж простите, когда встречается он и она, должно что-то возникнуть между людьми, какая-то искра. Она, что интересно, по моим наблюдениям личным, не существует такой классической модели, при которой точно было бы понятно, что искра возникнет. То есть нельзя сказать, что нужно взять мужчину и женщину, и тогда возникнет искра, или нужно, чтобы мужчине было 30, а ей было 20, и тогда возникнет искра. Заметьте, отношения очень удивительная штука. Он может быть бедным, она богатая, он может быть старым, она молодой, или наоборот, нет классических канонов того, каким образом, какие ингредиенты взять для того, чтобы они взыгрались. Есть некая химия и магия, и мы знаем с вами огромное количество, я даже уверена, что у каждого из нас есть очень разный опыт жизненный. Если его нет, я вам его искренне рекомендую приобрести, особенно если вы молодой и пока еще свободный. Это очень важно, потому что необходимо получить свои знания, свое понимание, свои ощущения отношений. Это очень круто, и в дальнейшем лично мне это очень сильно помогло себя понять, и понимать уже, когда я остановилась на каких-то отношениях, какие отношения я строю, и почему именно эти отношения для меня являются сегодня приемлемыми. Так вот, часто, очень часто, безусловно, ключевым моментом, который является замесом, является некая сексуальная составляющая, сексуальная энергетика. Это один из пунктов. Вы, кстати, можете что-то писать, если вы хотите, а то вы все будете молчать. Одним из пунктов является вот эта сексуальная какая-то энергетика, даже не энергетика, какой-то сексуальный такой вот запах, как мы называем, афродизиак, нечто, что происходит между людьми на сексуальной почве. Причем сексом мы называем не слияние двух тел, а энергетический момент, когда ты начинаешь от человека думать, представлять, флиртовать, хотеть лучше для него выглядеть, идти туда, где он будет. Вот нечто такое. Это первый момент. Второй момент, опять-таки, делюсь своими наблюдениями, второй момент, это некий интерес, когда ты получаешь от второго человека то, что тебе нужно, ну, нужно не в контексте того, что ты хочешь от него это получить, а у тебя есть некая твоя потребность, ты ее не всегда оцениваешь. Давайте на примере, да, например, очень часто в классической такой истории, что происходит с женщинами, женщины моего возраста, я не знаю, как у всех, но так получилось, что очень многие девочки моего возраста росли без отца или росли в сложных отношениях, где родители были в сложных отношениях, и мы видели какую-то такую модель, которую счастливой семьей сложно назвать. Там, где папа не столько заботился о маме, не то давал, не так делал, ну, в общем, что-то было не так. И у девочек моего возраста, у многих, есть такая потребность незакрытая, да, как защита, как внимание, как опека, вот этого отцовского не хватает, потому что привыкаешь в жизни сама сражаться, сама свое место находить, сама разруливать ситуации, и порой очень сильно хочется, как в тяжелый багаж, это себя сбросить, и чтобы кто-то о тебе заботился. И когда ты встречаешь мужчину, партнера, который дает тебе заботу, это часто смешивается, накладывается, по моим наблюдениям, с некой сексуальным моментом, то есть нам кажется в партнере сексуальным его забота, потому что так или иначе, я считаю, что сексуальная энергетика всегда на первом месте. Нам нравится его забота, нам нравится позволять ему заботиться о себе, нам нравится ощущать себя рядом с этим человеком, и это является нашей мукой для замеса отношений. Есть ты, есть он, и есть то, что вас как бы связывает. Ему нравится о тебе заботиться, а тебе нравится, что он заботится о тебе. Вот такой момент. В чём как бы есть моменты, ключевые? Ключевые моменты заключаются в том, что обычно, когда мы начинаем строить отношения, очень редко кто из нас является осознанным. Что я вкладываю в понятие осознанность? В понятие осознанность я вкладываю человек, думающий, задающий себе вопросы. Почему я с этим человеком? Что я чувствую? Ну, что на самом деле меня к нему тянет? Какие отношения я с ним хочу построить? Почему мне в этом комфортно или нет? Человек, задающий вопросы. Не человек, бросающийся в омут с головой, я тебя люблю, давай жить вместе, нарожали детей, а потом приходишь в себя и говоришь, ну, это вообще не тот человек, с которым бы я хотела быть. А с кем бы ты хотела быть? Ну, я не знаю, но явно не с этим. Этот меня не любит. А что значит для тебя любовь? И мы не знаем ответы на вопросы, какого партнера я хочу видеть рядом, что для меня вообще крутые отношения, как я себя вижу в отношениях. Я хочу в отношениях быть тем, кто заботится о том, о ком заботиться, равноправным партнером, каким я хочу быть. Не существует, как по мне, ну, не по мне, вообще не существует классики, как оно должно быть. У каждого из нас, в зависимости от того, какой жизненный опыт мы получали, есть свой набор этих потребностей. Мало того, со временем он меняется. Например, если взять ту Олю, которая выходила замуж 13 лет назад и вступала в отношения со своим мужем, и какие у нее были тогда потребности, и, например, если взять меня сейчас, то это две разные Оли, у нас две разные, абсолютно разные потребности в браке уже. И, как вы понимаете, сложность заключается еще и в том, что потребности-то разные и тогда, и сейчас, но партнер один. И если партнер так же не меняется и не в состоянии твоей новой потребности удовлетворить, то как бы отношения из-за этого распадаются. Понятно немножко, о чем я говорю или нет? Или сильно сложно? Хочу, буду стараться упрощать, но сейчас я немножечко делаю нам такой замес, чтобы было ясно, о чем говорится. Ну, вот смотрите, по поводу последнего того, что я сказала. Например, я выходила замуж, мне было 25 лет, я встретилась со своим мужем в 24, я хотела заботу, я очень устала тогда от каких-то не очень интересных, не интересных, не очень понятных для меня отношений. У меня были какие-то женатые мужчины, с которыми начинались романы, и потом я узнавала, что он женат, и вот эта, знаете, смертельно больная жена, которую он никогда не бросит. Я проходила разные этапы в своей жизни. И, конечно, в тот момент, когда я встретила своего супруга, я нуждалась в мужчине-покровителе. Покровителе не только в финансовом плане, хотя в этот момент я тоже приняла решение, что мне нужен мужчина, я хочу такого мужчину, у которого были деньги, потому что у меня до этого были длительные отношения с мужчиной, у которого не было денег, и с которым я пыталась заработать вместе, он не хотел, и я уже тогда поняла, что это плохая роль быть с мужчиной наравне. Я хотела быть слабее вот на тот момент. И мне казалось, что я готова, чтобы обо мне заботились, я готова принимать эту заботу, я готова быть женой, которая идет за своим мужем и так далее. И, в общем-то, во многом я была права. Мой мужчина на тот момент был сильный, властный, зарабатывающий, успешный, взрослый. 20 лет у меня разница с моим мужем. Но когда мы начали вместе жить, и когда наша жизнь начала меняться, у него в бизнесе, у него стали проблемы в бизнесе, мне пришлось вытаскивать из себя все сильные, лидерские стороны. И в результате я поменялась. И поменялась настолько, что я приняла для себя, что оказывается на самом деле мне нравится быть партнером, мне нравится быть центром, мне не нравится быть зависимой, мне не нравится быть на вторых ролях или на первых. Мне нравится партнерская среда. Для меня это как бы комфортно, классно. И вот мой муж тоже принял это. Ему это тоже понравилось, хотя вначале, когда все начало меняться, ему тоже было дискомфортно. И вот спустя такое количество лет мы оба изменились, но нам оба комфортно в той среде, в которой мы сейчас находимся. Но если бы этого не произошло, а он бы, например, по-прежнему хотел быть главным в семье, чувствовать себя покровителем, что женщина без него ничего не может, а мне бы этого не хотелось, мы бы, естественно, разошлись. Речь идет об этом. Так вот, наш как раз момент осознанности и взросления, а как происходила наша осознанность? Благодаря разговорам мы очень много разговаривали и обсуждали, потому что когда ты начинаешь меняться, это, знаете, я сейчас такие интимные вещи вам расскажу. Я помню момент, когда у меня начала расти грудь. Я страшно испугалась. Ну, смешно, но я страшно испугалась, потому что я почувствовала, как на моей грудной клетке образовались какие-то выпуклости, которые меня очень сильно испугали. Я начала уже тогда слышать про слово «рак» и как ребенок глупый совершенно, почувствовала, что у меня начинает расти грудь, я посчитала, что у меня растет какая-то опухоль. Ну, грудь же, это же она же такая большая и красивая, а у меня какая-то хуйня, простите, начала расти. То есть, вот момент того, когда ты не разговариваешь, не проговариваешь, твоя фантазия начинает рисовать какие-то тебе странные вещи. Вот. Мы с моим супругом очень много разговаривали, потому что мы трансформировались в разные стороны, и нам необходимо было поговорить, что у кого выросло, значит, что кто чувствует, почему со мной это происходит. Представляете, например, я долгое время своего мужа обвиняла внутри себя, в том, что он сдался и стал слюнтяем. Ну, мне так казалось, что вот он сдался. Что происходило на самом деле, когда я поняла позже? Представьте себе, вы взрослый человек, вам 45, вы обеспечиваете свою семью шикарно, вы можете обеспечить себе гарем, у вас все в жизни есть, для вас лично. И вдруг вы встречаете партнера, неважно, мужчина это, или женщина, вы встречаете, которого вы влюблены, вы все ему отдаете, с удовольствием, вам нравится чувствовать, что вы можете этого человека сделать хорошо, вы влюблены, и в какой-то момент у вас эта возможность уходит, теряется эта возможность. Представьте себе, как вы себя начинаете чувствовать. Ваши личные ощущения, вы управляли огромной яхтой, и вдруг вы оказываетесь на резиновом катере, у вас нету карты, и по-прежнему на катере сидит вот этот человек, которого вы любите. Как вы себя будете вести? Рассуждая об этом со стороны, можно сказать, я буду себя, но вы же знаете, что такое находиться вне лодки и в лодке. Когда ты сидишь и хрумкаешь чипсы и смотришь футбол, то понятно, что дебил не туда бьет, дураку понятно, что не туда бьет, дебил же ударить не может. Но когда ты стоишь на огромном стадионе и бьешь по мячу, это совершенно разные вещи. Так вот, мне пришлось достаточно серьезно самой в какой-то момент трансформироваться для того, чтобы понять и сейчас продолжать понимать, что одно дело, когда ты находишься на своем месте и совсем другое дело, когда ты находишься на месте партнера. Наверное, об этом я хочу поговорить очень об этом побольше с вами, потому что, мне кажется, в этом и заключается наша ключевая проблема в любых отношениях, которые мы пытаемся выстраивать, будь это дружеские отношения, еще какие-то, любые. Мы с вами плюс-минус уже начинаем учиться понимать себя. Это очень непросто, но тем не менее, мы пытаемся задавать себе вопросы, почему я нахожусь с этим человеком, что я чувствую, чего я хочу от него получить, от этого человека, что бы я хотел, каким мне нужно быть, чтобы строить отношения рядом с этим человеком. Но при этом мы всегда с вами можем мыслить в парадигме себя, что естественно, ну то есть, где я являюсь главным. Если брать циркуль, то я это большая ножка, а мой партнер это короткая ножка, да, вращающаяся. Но представьте себе, что очень часто мы совершенно не понимаем, как мы влияем на другого человека. То есть, иногда, что-то требуя, доказывая, рассказывая ему, этому человеку, как он неправильно себя с нами ведет, мы совершенно не понимаем, что этот человек в данный момент чувствует сам, как он сам себя ощущает и как он переживает. И вот этот момент для меня является самым сложным, потому что, как правило, мои конфликтные ситуации с людьми возникают именно тогда, когда мне кажется, что я дико права, что я дико осознанна, и я раскопала и понимаю, что происходит, но в этот момент я понимаю только себя. Только себя, а что ощущает второй человек, понять невозможно. И иногда, когда какая-то ситуация крайняя случается, очень сильно конфликтная и болезненная, и мне кажется, что, блин, просто меня только что унизили, и вообще эти отношения, ну там, какая-то ситуация, которую нельзя никак переварить. Когда я начинаю слушать позицию, всё, связь есть, когда я начинаю слушать позицию второго человека, я вдруг начинаю осознавать, что я в каких-то ситуациях дико неправа, дико неправа, и я этого вообще не вижу. Пока что единственный способ, который я для себя нашла, это больше общаться со вторым человеком, с другим, с которым я строю отношения, и больше смотреть на себя, пытаться понять, как бы ты жил с собой, если бы твоим партнером был ты. Вот так. То есть выстраивать партнера внутри себя, вот это для меня, пожалуй, является таким самым осознанным шагом, то есть как бы ты строил отношения с самим собой, вот как бы ты реагировал на те вещи, которые ты делаешь, потому что мы очень часто обычно не можем почувствовать, мы, например, там считаем, что наш партнер не прав, мы на него обиделись, давайте на каких-то реальных ситуациях, мы обиделись на своего партнера, потому что он себя как-то повел, неправильно, но мы редко раскладываем ситуацию, почему он себя так повел, что вынудило его так повести. Есть несколько карточек, карточка первая, он пиздоватый на голову, но для меня эта карточка это говорит о том, если я понимаю, что он пиздоватый, просто мне нечего с ним идти дальше, это такое очень принципиальное решение, это касается не только условно супруга или мужчины моего, это касается друзей, знакомых, каких-то коллег, неважно, то есть если человек пиздоватый, с ним ничего нельзя поделать, от него нужно держаться подальше, в противном случае ты этим заразишься или ты начнешь этим жить, что хуже, что в принципе является заражением, ты превратишься в такого же, и это испортит твою жизнь, ведь как человек осознанный, я прекрасно понимаю, что тот компот, который я пью отовсюду, я его и притягиваю в свою жизнь, у меня нету такой цели жить. Второй момент, это когда я понимаю, что скорее всего что-то есть во мне такое, что я могу этого человека довести до такого состояния, и вот это гораздо интереснее анализ, когда ты начинаешь анализировать сам себя, опять-таки простраивая такую матрицу к теме того, как бы я строила отношения с самим собой, со мной вообще возможно построить отношения. Мне, например, часто казалось и кажется, что я очень классный идеальный человек, и тем не менее, когда я встречаю свой прототип где-то в жизни, хотя бы какие-то черты характера, я иногда хочу задушить человека, ну прям задушить его, потому что, например, и плюс, и минус таких людей, как я, не оставляем равнодушными, то есть редко мимо нас можно пройти мимо, не ввязавшись в какую-то ситуацию. И я вам могу сказать, что вот это для меня самая сложная задача всегда понять, как не передавить. Вот я, например, ваша задача поанализировать себя, посмотреть, в чем вы. Каждый из нас знает свои, не то что сильные или слабые стороны, знает свои вот такие колки и вещи. Я знаю, что я передавливаю в момент, причем делаю это как змея, знаете, которая как бы типа просто ползла, а потом в какой-то момент уже обнаружила, что доедает труп. Неосознанно, но при этом это часто ранит мою собственную жизнь. Вот, потому что я понимаю, что я убиваю неосознанно, знаете, как чипсики поджираешь и пакетик уже съел. Убиваю неосознанно и это мне же и грядит, потому что я этого не хочу делать, я не хотела жрать пакет чипсиков, а я его сожрала. И вот так происходит с людьми, дорогими и любимыми для меня, которых я иногда убиваю, благо в переносном смысле слова, не замечая этого сама. И это такое для меня интересная работа над собой, потому что есть над чем работать. Вот. С осознанным человеком, как по мне, строить отношения гораздо интереснее. Почему? Это не говорит, что осознанный класснее, не класснее, что он умнее, типа, или лучше. Нет, с ним можно поговорить, с ним можно попилить какие-то темы. То есть, вот чем отличаются для меня осознанные люди и неосознанные? Осознанные, неосознанные люди всегда говорят просто да или нет и не могут объяснить, почему. Нет, не хочу, да, хочу. Почему? Потому, по кочану, по барабану. С осознанными людьми можно покопаться, и вы знаете, очень круто, когда ты начинаешь разговаривать с человеком, уверенной в своей правоте, и после разговора с этим человеком понимаешь, что ты в своей правоте больше не уверен. Это как такая классная работа в каком-то сериале, знаете, психолога, который берет и выворачивает ситуацию настолько круто, что у тебя глаза вылазят и ты думаешь, ёпси, я так бы никогда на это и не посмотрел. И это очень и очень прикольно. Поэтому партнера я бы вам рекомендовала и вообще мужчинам. Если вы хотите интересную женщину, ищите осознанную женщину, задающую вопросы, от этой женщины вам реже захочется уходить, ей реже захочется изменять. Одна проблема ключевая, от такой женщины вообще сложно оторваться. Потому что, насколько бы много пиздоватизма в ней не было, женщина, умеющая размышлять, анализировать, она такое ощущение, что умеет вас окунать в разные океаны, то в лёд, то в холод, то в жару, то ещё куда-то. Это вам, девочки, на заметку, почему нужно становиться осознанными и мужчина не может от вас оторваться. Потому что, помните, замес есть, с вами интересно. И вот это интересно для меня является ключом, повторюсь, всего. Если нам вместе интересно, это становится предметом уже зарождения каких-то историй, каких-то отношений, какого-то роста и какого-то развития. мне кажется, что это такой очень-очень-очень классный момент. Вот. Как говорил один мой знакомый. Нет. Ладно, не буду этого говорить. Оставлю, пожалуй, это, а то вдруг он меня увидит. Вот. Так, читаю ваши комментарии. Если у вас есть какие-то вопросы, вы мне пишите, мы будем продолжать. Тут все просто пишут, что не смогут добыть до конца эфира. Давайте. Вопросы должны быть направлены на познание нужного. Это вопрос или ответ или что это? Я не поняла вас. В данном случае. В данном случае хорошо. Буду пытаться понять, но пока не понимаю. Давайте будем читать, смотрю. Мне просто хочется с вами завязать какой-то диалог, поэтому я люблю сама разговаривать, но мне хотелось бы все-таки от вас какое-то получить мое мнение. Как стать осознанной? О, прекрасный вопрос. я бы, наверное, дала синоним к слову осознанности интересного. Как стать интересным человеком? Начать чем-то интересоваться. интересы. И в данном случае интерес, для меня, например, наверное, с чего начиналось мое развитие? Оно начиналось именно с отношений между мужчиной и женщиной. Так, все, вынырнули. Я отключила Wi-Fi и все заработало. для меня давайте про осознанность. Для меня осознанный человек это человек интересный. Я начала развиваться как раз мне так кажется из моих воспоминаний в жизни именно из-за интереса между мужчинами и женщинами, а точнее мальчиками и девочками. Мне было всегда интересно, почему мальчик, например, пишет тебе записку, что он тебя любит, а встречается с другой девчонкой или смеется с тебя на перемене. Было интересно, почему мальчик от тебя вздыхает, но не приглашает тебя на первый танец. Вот. Потом мне было интересно, почему когда ты там вырастаешь, ты нравишься какому-то мальчику, но он продолжает встречаться с другой девочкой из университета, хотя нравишься ему ты. Потом было интересно, почему мужчины женятся на ком-то, рожают с ними детей, но при этом постоянно признаются в любви к тебе и рассказывают всё время о том, что, значит, они хотят быть с тобой. И вот мне было всё это интересно. Мне было интересно, какие мужчины нравятся женщинам, почему мужчинам нравятся вроде как яркие женщины, но при этом они стремятся, все их жёны какие-то были, ну, в моём, хотел сказать, времена моей молодости, ну, в моём опыте какие-то женщины были не такие. Короче, я всё время этими вопросами интересовалась. Я даже помню, как я интересовалась у мужчин, там, злокомок, которые занимались бизнесом, как мне, например, можно открыть какой-то свой бизнес, и как мне сделать так, чтобы меня воспринимали серьёзно. Меня всё время интересовали разные вопросы, которые я не стеснялась задавать. И драйвером у меня это всегда были отношения мужчины и женщины. Мне нравилось писать ещё с 18 лет, даже, наверное, раньше, наверное, даже сильно раньше, с лет 13. Мне нравилось писать стихи, мне нравилось писать эссе. Эссе – это такие были небольшие мои, знаете, размышления на тему. Я очень хорошо помню, я же написала много книг, и это не зря, потому что когда был популярен, я уже не помню, какой это был год, сериал «Секс и город», он только вышел. писала Жисека Паркер, заставала свой этот Apple Book, значит, и начинала на Маке набирать там, значит, какую-то интересную историю. И я представляла, что я тоже так хочу, и я очень любила какие-то писать и такие любовные штуки. И всё время мне нужно было докопаться. Я любила драмы, любила, ну, как, знаете, наверное, как все такие юные девушки. Но, тем не менее, меня интересовала вопрос, и я всё время любила размышлять. В общем-то, как видите, это стало моей профессией докапывания до разных глубин, нахождения ответов на различные вопросы. Потому что я помню очень хорошо, как меня там в лет восемнадцать начало накрывать такое понимание, зачем мы приходим в жизнь, в чём моя миссия, как это проявляется и так далее, и так далее, и так далее. И я думаю, что как раз осознанность – это синоним слова «интерес». Когда вам становится что-то интересное в какой-то теме, вы начинаете в этом развиваться, и вы становитесь более осознанным человеком, потому что вы себе, самое главное, себе по-своему можете отвечать на интересные вопросы. И вообще, знаете, против жизни всегда штампов, клише, как в школе, да, что 2 плюс 2 будет 4. Все люди хотят находить готовые решения. Я никогда не готовлю по рецептам, например, терпеть этого не могу. Я никогда не люблю диеты. Я не люблю вообще всё то, что можно чётко замерить и всё чётко выстроить. Я человек, который действует импульсивно, интуитивно, экспрессивно. Вот всё, что со мной связано – это всегда более какая-то эмоциональная глубинная история. Я чувствую, ощущаю, я так строю бизнесы, я таким образом развиваюсь по жизни, и мне это очень сильно нравится. И вот как раз именно когда ты постоянно чем-то одержим, тебе интересно, и ты действуешь каждый день, не просто ждёшь каких-то решений, которые тебе кто-то даст, а всё время стараешься их найти, являешься некой «почемучкой» сразу по поводу книги, напишите «хочу книгу», и вам бот пришлёт. Если вы написали в директ, вам бот должен прислать, можете ждать на берегу сколько угодно. Сделайте простое действие, которое написано хотя бы раз. Так вот, если вы начинаете себя таким образом открывать, ваша осознанность начинает вырываться, и рано или поздно вы попадаете ко мне, вы попадаете ещё к кому-то, потому что вы ищете ответы на те вопросы, которые перед вами начинают появляться. Большинство людей не ищут никаких ответов, кроме одного, как пожрать, как похудеть и как заработать. Если вы осознанный человек, то эти вопросы для вас становятся, ответы на эти вопросы для вас становятся очень понятными. Вам не нужно искать на них ответы в гугле. Вас начинают интересовать немножечко другие вопросы более глубокого характера. И вот, поскольку давайте немножечко пойдём дальше. Друзья, я не совсем понимаю, почему вы пишете сюда «хочу книгу». Знаете, что такое директ? Личные сообщения. Вам сейчас тут бот ничего не пришлёт. В директ, в личные сообщения. Был вопрос о сексе. Насколько он важен для семейных отношений и для мужчины в частности, ну, я, как я вам могу сказать, ведь нету, ну, семейные отношения, мужчины и женщины – это не шаблоны, да, чтобы я вам сказала. Вот подставьте в эту формулу так. У каждого свои семейные отношения, у каждого свои, у мужчины свои потребности, у женщины свои потребности в каждой паре, и это очень частный вопрос. Ну, то есть он очень индивидуален. И как и само понятие секс, потому что каждый вкладывает в понятие секс нечто своё. И очень часто два человека под сексом подразумевают абсолютно разные вещи. Потому что секс, как по мне, это не только физика. Не только физика. И мне кажется, что секс для нас является конкретным зеркалом и глубинным отражением того, что происходит у нас внутри. А знаете, что интересно? Интересно то, что, подходя к разным зеркалам, мы по-разному себя ощущаем. То есть я уверена, что один и тот же мужчина и одна и та же женщина с разными партнёрами будут себя чувствовать в сексе абсолютно по-разному. С кем-то абсолютно желанным, с кем-то нет. С кем-то раскрепощенным и желающим сделать всё, с кем-то нет. Это зеркала. Вот для меня это так. Когда-то на Ютубе я нашла, я увлекалась с Вадимом Зеландом, по-прежнему мне нравится, но нету сейчас плотного висяка на нём. И у него есть такой каст, послушайте обязательно, на Ютубе он называется, ну он как бы есть в книге, но послушайте его, он классно записан, «Секс – это не любовь, любовь – это не секс». Послушайте его. Мне очень интересна была его трактовка, потому что мне кажется, что что-то в этом есть, что любовь и секс не для всех, но тем не менее могут быть абсолютно на разными коробками сладостей, стоящими на разных столах. Я ещё, наверное, в силу возраста, я думаю, это интуитивно, я так думаю, не настолько глубоко копнула и не настолько готова сейчас об этом здесь говорить, но тем не менее я рекомендую вам послушать и подумать на эту тему. Я всегда, когда поднимаю эту тему, у меня огромный фидбэк в директе, потому что, потому, но тем не менее, пока я могу сказать только то, что я говорю, как я это ощущаю, но я думаю, что это там такая отдельная история совершенно, может быть. Как понять, пора ли завершать отношения с мужчиной? Я думаю, что если вы начинаете об этом думать, то можно завершать. То есть, если я понимаю, что я с этим человеком не вижу себя, не чувствую себя, и я нету никаких точек опоры, на которых бы мы могли дальше развиваться, то, в принципе, отношения можно завершать. Если я сегодня несчастна, например, и я не хочу с ним планировать детей, когда у меня не было детей, я всех мужчин мерила по темке детей, типа, готовы ли я от него родить или нет. Но сегодня, например, да, я скорее скоро перейду во вторую фазу отношений, когда мои дети вырастут уже, и как бы, вы же понимаете, что отношения сильно смещаются. Вначале вы сами по себе вдвоем с партнером, потом у вас появляется третий фокус, мы родим ребеночка из серии, у нас все будет хорошо. Вы рожаете ребеночка, ваша семья сильно меняется, ваши отношения сильно меняются, ваш фокус с вас, точнее, ваш фокус с вашего партнера сильно сдвигается на детей. Партнеру это не всегда нравится, это причина, почему очень часто мужчины, когда появляются дети, заводят любовниц. Они хотят по-прежнему для кого-то быть самыми важными. А женщина в открытую говорит мужчине, прости, дорогой, подвинься, у тебя даже нету сил его обманывать или врать ему, потому что для тебя на самом деле сейчас твои дети самые важные. Дальше начинается вот эта стадия такая, когда дети завоевывают любовь папы, то есть папе становится с ними интересно, папа начинает гордиться, ему интересно ухаживать, интересно заботиться, интересно чувствовать себя сильным мужчиной, интересно чувствовать себя сильным другом, если это мальчики, если это девочки, наш папа получает удовольствие, когда он покупает шмотки, то есть это же забота о таком количестве женщин, вести на отдых, находиться с ними, гордиться ими, в том числе. Мужчины любят гордиться что маленькими, что большими женщинами. А потом они вырастают, и они отделяются, и они уже становятся, уже это другая история. И тогда снова на первую роль выходят ваши отношения, его и твои, только уже другие. Я еще не доросла до этой истории и не знаю, потому что на каждом из этих этапов появляется где-то ситуация, оставаться с этим человеком дальше или нет, оставаться или нет, оставаться или нет. И вот на первом этапе это, хочу ли я родить от него ребенка, на втором этапе это вот какое-то такое притеснение, мужчина сам больше принимает решение, остаться ему или нет. Это почему очень часто, когда женщина родила, именно мужчина, не женщина говорит ему уходи от нас, а мужчина говорит я от вас ухожу. Чаще всего происходит именно так, потому что он себя в этой моменте не может найти себя, не может найти сил в себе себя найти. Как заговорила, да. Потом идет третья фаза, это когда вот ваша семья уже какие-то роли у всех розданы, и потом остаетесь снова вы. И вот в этих снова вы, я думаю, идет следующее проявление ваше, как вы себя заново здесь найдете, что вас тут будет связывать, где вам тут будет интересно. Почему именно на этом этапе, когда дети вырастают, очень много разводов. Потому что люди понимают, что все и больше ничего не связывает, вот как-то все, вот они уже другие, они оба сильно изменились, и уже не факт, что им находиться вместе, вдвоем нужно. Уже хочется, ну может быть не хочется, но иногда появляются другие отношения. Поэтому прислушивайтесь к себе и не врите себе. Не пытайтесь залезать рано или не пытайтесь наоборот расковырять раны. Если вы будете себя чувствовать, развивать себя, заниматься, приходите на рерайтер. У вас будет очень сильно усиливаться интуиция и понимание себя. Очень важно себя открывать и понимать, работать над вот этим открытием внутри себя. Что делать, если партнер не идет в развитие осознанности, начинаются размогласия? Ну, как правило, и делать ничего не надо, вы расстанетесь. То есть я это называю теорией эскалаторов. Когда вы развиваетесь в одну сторону, ваш эскалатор едет вверх, а его эскалатор не едет как бы вверх. И так или иначе, вы поднимаетесь, поднимаетесь и неважно, или опускаетесь, это не имеет значения, вы расходитесь в разные стороны. Чем меньше у нас объединяющих интересов, чем больше точек трения, тем быстрее мы расходимся. И как бы осознанность нам помогает понять как одно, так и второе. То есть осознанность – это то, что помогает нам понять, понимаете? Мы начинаем размышлять, думать над этим и понимаем, почему так происходит сами. Как думаете, если один из партнеров… Ага, это уже было, да? Просто в жизни теперь неинтересно, как будет дальше, если он не дотягивает? Ну, я только что ответила на этот вопрос. Вообще, не бойтесь… Я понимаю, что об этом легко говорить себе на пуфике, я догадываюсь, но тем не менее не бойтесь менять жизнь. Не бойтесь. Жизнь, она вообще как бы все равно меняется. И если вы чувствуете, что вы несчастны, дайте себе шанс. Дайте себе шанс и решите, дайте своему мозгу четкое программирование, чего вы хотите. То, чем мы занимаемся на Рерайтере. Мы создаем себе проекцию той жизни, которую мы хотим получить. Не плывем по течению, не продолжаем как-то себя уговаривать, бояться сидеть в страхе, а создаем то, что мы хотим. Это как в квартире. Ты сидишь, но однажды понимаешь, что пора сделать ремонт или пора купить новую квартиру. И ты начинаешь с того, что ты думаешь, а какую я хочу. До тех пор, пока вы не ответите себе на этот вопрос, а будете пытаться как-то со стареньким себя уговорить это полюбить, ответьте на главный вопрос, зачем вы это делаете, для чего. Так, мало уделяю внимания, не умею сохранять отношения, поэтому имею часто новые отношения. Ну, значит, вас это устраивает. Скажите, пожалуйста, брак и отношения – это всегда компромиссы? Ну, давайте подумаем на эту тему. Ну, смотрите, я думаю, что это всегда компромиссы, мое мнение, да, мы сейчас так субъективненько, я думаю, что это всегда компромиссы – вопрос количества этих компромиссов, то есть их уровень. Почему важно перед тем, как вступать в какие-то отношения серьезно, внимательно разобраться с тем, чего ты хочешь и чего ты ждешь от партнера? И совпадают ли у вас с партнером ваши векторы? Потому что часто накрыла любовь, накрыл секс, накрыл страсть или накрыло желание просто наконец-то с кем-то быть, он закрыл какую-то мою потребность, он обо мне беспокоится, а дальше точек соприкосновения нет. И самое главное – вы не знаете, чего вы хотите от партнера. Почему, например, мы уделяем много внимания, опять-таки, в том же рерайтере тому, что мы думаем о том, чего я хочу, каких я хочу отношений, много продумываем все, вплоть до сексуальной жизни. Потому что, если мы заранее не будем этого понимать, то впоследствии у нас будет… мы поймем, что нам нужно столько компромиссов, что мы себя затоптали. Вот это количество компромиссов, когда вы себя затаптываете, не подходит, не подходит. Компромиссы должны и будут, и должны быть, но они должны быть мостом, а не таким большим, знаете, бруском, который вас убивает. Потому что, если это компромисс, когда мы называем наступить себе на горло, он у нас рвотный рефлекс вызывает, и мы проблюемся рано или поздно. – Спасибо! – У меня сегодня такая энергетика, это у меня, наверное, шторки эти в белой зале и сиреневый худи. – Спасибо! – Так, очень идет лавандовый цвет. – Ох, ну видите, вот. – Теперь мы поняли, что цвет, видите, тоже влияет. И, видимо, благодарю вас. – Вот. – Да, я прорекламирую. – Новая коллекция Насти Каменских. Я вот купила на худи. – Вообще я, знаете, из женщин, наверное, это мама меня научила, я люблю все красивенькое, красивеньких цветов, новенькое. Вот. И для меня момент шоппинга – это тоже, кстати, момент такого психотерапии, поднятия настроения. У меня был длительный период времени, для меня длительный в жизни, когда мне пришлось очень во многом от многого отказаться в жизни. Вот. И после того, когда этот период прошел, он мне дал таких два интересных инсайта. Первый инсайт я поняла, что мне, оказывается, не надо так много, как я считала раньше. Второй – я все-таки еще больше полюбила покупать. Вот. Но сейчас стараюсь покупать все, все-таки, знаете, ну, задаю себе вопрос перед тем, как купить, правда ли я этого хочу. Вот. Поэтому, так или иначе, для меня всегда мотивацией в том числе является, мотивация для заработка и развития является покупка себе подарков, детям подарков, мужу подарков, вообще друзьям подарков. Я, короче, очень люблю дарить подарки, на самом деле, всем. Вот. Поэтому, давайте вы сегодня оставите какие-то интересные комментарии, какие вас инсайтнуло, а я разыграю среди вас такой вот у меня есть классный браслетик, называется Рерайтер Ермилова. Я его перед этим специально поношу, чтобы зарядить энергетикой. Вот. И разыграю среди всех, кто посмотрел эфир и оставит клевый комментарий. Давайте. Чтобы так, подарочки были подарочными. Вот. Так что же стало с вашей грудью? Она просто выросла? Да. Она просто выросла. Грудь, это был обычный период взросления, когда у девочки растет грудь. Вы знаете, для меня до сих пор это загадка, потому что, почему моя мама так себя повела? Вот иногда мне кажется, что, ну, я очень люблю свою маму, но тем не менее, в плане сексуальности мама мне никак почему-то не подготовила, ну, про месячные рассказала. И у меня иногда вообще вопрос, почему это произошло? Ну, потому что реально я очень сильно тогда испугалась. Это правда. Вот. Так. Смотрим. Как вы успеваете читать по 16 книг в месяц? Откуда такая информация? У меня был период, когда я в прошлом году очень активно читала, набиралась информации. Я против того, что было очень много, ну, как вам сказать, когда мне какая-то тема интересная, я ныряю, я ее очень сильно начинаю изучать. Я вообще очень быстро читаю, вообще все очень быстро делаю, на самом-то деле. Ну, то есть я такой заводик по работе. Вот. Но я против того, чтобы поглощать информацию бездумно. То есть, когда вы просто ее поглощаете ради того, чтобы поглощать. Читаю вот скорочтение, например, и я понимаю, что это вообще отвратительная вещь. Сейчас я стараюсь читать очень медленно, обдуманно. Честно вам скажу, больше одной страницы у меня редко получается прочитать, потому что, как только я начинаю читать классную книгу, я в ней цепляюсь за какое-то предложение. У меня рождается либо тема для эфира, либо тема для урока, либо тема для поста, либо тема для размышлений. Я, короче, в это ныряю только так. Вообще, в жизни всегда хватает время на то, что для вас важно. Это я точно знаю. Привет! Я очень долго уже живу с мужчиной, очень хочу замуж, а он не зовет. Говорит, что и так хорошо. Я даже готова сама сделать предложение, и ему боюсь, что он откажет. Он поэтому вас и не зовет замуж, потому что он знает, что вы готовы сделать предложение. Если для вас действительно настолько важно замужество, сам факт, я бы вам предложила ему об этом сказать, и сказать, что для вас это принципиально, поэтому пусть он подумает, а вы пока на время ставите отношения на паузу. То есть я бы поставила эти отношения перед выбором. Я, как осознанная женщина и хороший манипулятор, сделала бы именно так. Если бы он не сделал мне после этого предложения, я бы поняла, что не надо мне больше тратить время на этого мужчину. Вот и все, собственно. Либо он бы это предложение сделала, тогда бы я поняла, что я молодец и добилась своего. Если для вас реально важно именно как бы выйти за него замуж. Тут все очень просто. Я люблю свою положительную славу, из которой помогли, помогают. Так, я не знаю, что вы пишете. Хочу подарок. Еще раз говорю, для того чтобы получить подарок, вам необходимо будет после публикации эфира на страничке оставить комментарий и поделиться своими впечатлениями от эфира. Так. Позволяете ли себе флирт с другим мужчиной? Очень сложное понятие, что вкладывать в флирт. Скажем так, я общаюсь с другими мужчинами, не могу сказать, что очень много, ну то есть если мужчины есть. Я вам отвечу так. Я не фильтрую, что мужчин, что женщин, что я им говорю. И моя манера общения в жизни, в принципе, достаточно фривольная. Я могу пошутить, я могу попошлить, я могу послать, я могу обнять, я могу быть мамочкой и чмокнуть, потому что сегодня, например, нашему старшему сыну Сергеем 32 года. Я себя комфортно чувствую с любыми мужчинами в любом возрасте, в любом статусе. И моя прежняя деятельность, я была организатором свадьбы, делала свадьбу очень состоятельным людям. Я много лет была в шоу-бизнесе и знаю очень, включая всех президентов, у которых я работала на корпоративах. И скажем так, я себя комфортно чувствую и не потеряюсь нигде ни при какой ситуации. И могу ответить всегда, что называется, в икринку. Насколько это будет звучать где-то пошлое или как флирт, это я не знаю, но я благодарна своему мужу, прежде всего, за то, что он меня такой принял, потому что первое время его корёбило, он не знал, что от меня ждать. Сейчас его это стебёт. То есть он знает, что я могу заставить покраснеть любого. Вот. Поэтому вот я позволяю себе быть собой, скажем так. Вот в таких рамках могу вам ответить. Так. Что делать, если очень нравится парень, а ему нет? Займитесь собой. Займитесь собой и сделайте так, чтобы вы очень нравились себе. Вот поверьте, в тот момент, когда вы начнёте нравиться себе с парнями, всё будет оки-доки. Точно вам скажу. За парнем бегать не надо. Это вот вам из жизненного опыта тётя Оля. Так. Вдохновляйте. Благодарю. Очень важной женщине быть сильной внутри, сильной в плане самооценки и уверенности. Тогда и осознанность, наверное, к мужчинам будет. Я думаю, что да. Именно сильные внутри. Внутри сильное – это всё-таки иметь свой стержень. Иметь свой стержень – это знать, кто ты, чего ты хочешь, как ты планируешь к этому прийти, внутри прокачивать себя. Я бы не работала над тем, что, знаете, я вытащу из горячей избы, мне всё-таки уже не нравится эта история. Но внутри работать над собой и быть интересной, копать себя, изучать себя – да, вот это, наверное, сила. Как вы так научились в икринку? Знаете, это как слово про харизму. Как вы научились быть харизматичной? То есть на чём вы фокусируетесь, каким вы являетесь, есть то, с чем мы родились, есть то, чего мы желаем, есть то, над чем мы работаем. Мне всегда нравилось быть интересной, мне всегда нравилось быть остроумной, мне всегда нравилось развиваться, больше знать и так далее. Это такой, знаете, момент, как вам сказать, икринка приходит не тогда, когда вы метите на икринку, это вот как красивая фигура. Вот вы работаете, ходите в зал, качаете попу, занимаетесь бицепсом, у вас нет такой типа темы упражнения на фигуру, но в итоге появляется красивая фигура, вот так и с икринкой. Вы развиваетесь, и икринка автоматически вылазит. Сколько вам лет? 37. Кто муж по знаку зодиака? Весы. Муж весы, я лев. Так, живу с мужчиной, родили ребёнка общего, живём неплохо, он выполняет мужские обязанности, но мы не расписаны, не зовёт меня женой, стоит ли его называть мужем. Расписываться не хочет, я бы была не против. Вы знаете, вот вы сейчас говорите о каких-то очень странных таких моментах, какая разница, как его называть. Вопрос же ваших отношений, а не бумажек вот этих. Вопрос того, что вы чувствуете, вопрос того, как вы его хотите называть, как вы его хотите видеть и хотите ли вы в принципе, история только про это, а не про бумажки, зовёт замуж. Вы же что-то от него родили ребёнка, сексом с ним начали заниматься до свадьбы. Я думаю, вы не на то метите. Вы сейчас говорите об этом, как о неком таком, не знаю, предмете, объекте, ситуации, а не о ваших отношениях. В отношениях какая разница? Мне кажется, в отношениях не имеет значения ни возраст, ни дети, есть они, нету их статусы, там, женат, не женат. И вообще, знаете, никогда на эти вещи не смотрела, честно вам скажу. Я считаю, что отношения – это отношения, а штампы и бумажки – это точно так же, как брак. Ну, я очень хотела выйти замуж за своего мужа, он очень хотел, чтобы я была его женой, но это было такое именно символизм, очень хотелось, знаете, такая любовь, что прям вот символизма этого сильно хотелось. Но сказать, что штамп кого-то от чего-то мог когда-то уберечь – нет, не сказала бы, не сказала бы. Из какой страны кто? Я из Украины. Муж мой русский. И если все вам надо знать, то, пожалуйста, расскажу вам. Так, на все вопросы я вам ответила. Привет, привет. Хорошо. Итак, мы с вами практически часик уже, друзья, в эфире. Будем плавно завершаться. Давайте подведем несколько итогов. Я вам скажу, я же не ворожка и не гадалка, чтобы сказать вам про двух водолеев. Вот. Спасибо, Олеся. Я рада, что вам стало легче. Значит, я сработала. Итак, первое. Сейчас я опубликую эфир и попрошу вас в любом случае, я вас попрошу, у меня есть такая плата за эфир называется, оставить несколько слов в моем эфире для тех людей, кто его не посмотрел. Я среди всех комментаторов разыграю такой браслет, может быть, другого цвета у меня еще есть. Здесь написано Ермилова и здесь написано Рерайтер. Рерайтер – это мой марафон авторский. Новый поток стартует 1 апреля, абсолютно нового, обновленного марафона, цель которого – помочь вам научиться жить и получать от жизни то, что вы хотите. Рассказать вам, как с помощью нашего разума, с помощью нашей энергии мы можем создавать свою реальность, а точнее мы ее создаем, как мы можем управлять и направить ее в то русло, которое нам необходимо. В течение Рерайтера жизни мы пишем с вами книгу жизни, в которой мы по главам, у нас есть 15 глав, мы описываем ту жизнь, которую мы хотим получить. В марафоне есть много, более 50 на сегодняшний момент уроков, 16 медитаций и вообще очень-очень много всего крутого. Самое главное – мы находимся в живом чате, где все участники общаются между собой, где есть я, которая отвечает на все ваши вопросы, драйвит вас и находится рядом с вами круглосуточно. 1 апреля стартует новый поток и нас будет очень много в этом потоке. У нас будут участники с предыдущих потоков, некоторые, кто приходит повторно, участники, которые находятся уже год с нами в клубе, где мы работаем ежедневно с нашими ментальными практиками. Короче, будет мега-классно, я вас приглашаю. Чтобы попасть на марафон, вам необходимо перейти по ссылке в моем профиле, там есть ссылочка, вы заходите и можете посмотреть марафон «Рерайтер жизни». Там указаны стоимость, пакеты, варианты, возможности и так далее. Спасибо всем огромное, что вы были. Я вас обязательно жду на «Рерайтере». Помните о том, что рано или поздно мы с вами там непременно встретимся, поэтому не откладывайте. И жду ваши отзывы, чтобы разыграть классный браслетик, ну и вообще, чтобы ощутить вашу благодарность. Для меня это очень важно. Спасибо всем большое.